Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Росомаха, Бессмертный. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Мстили. Война бесконечности. Спустя долгие годы подготовки, безумный Титан Танос наконец-то смог достигнуть своей цели – захватить все шесть камней бесконечности, объединив их в могущественный артефакт – Перчатку Бесконечности. Чудо-женщина. Принцесса Амазонок приходит в мир мужчин, чтобы стать величайшей из женщин-супергероев. Железный кулак. Спустя годы после исчезновения, Дэниел Рен возвращается в Нью-Йорк и начинает борьбу с криминалом, используя свои невообразимые навыки кунг-фу и способность вызывать силу железного кулака. Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж был искусным хирургом, слишком влюбленным в свою работу и бесконечно уверенным в себе. Страшная автокатастрофа лишила руки доктора былой чувствительности. Потеряв смысл жизни, герой отправляется на поиски средства исцеления тела и души и спустя многие годы становится одним из самых могущественных магов Земли. Мстители Эра Альтрона. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон, искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация ЩИТ распалась и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли, Мстителям. Однако Альтрон слишком силен и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Человек-муравей. Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз нового поколения. Первый Мститель. Другая война. После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оседает в Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но покой этому герою только снится. Пытаясь помочь коллеге из агентства ЩИТ, Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить владельский заговор, Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен новый враг. Люди Икс. Дни минувшего будущего. В недалеком будущем мутанты близки к истреблению, роботами-охотниками на мутантов, стражами. Единственная надежда для мутантов – выжить, предотвращать череду роковых событий, предшествующих появлению стражей. С помощью своих способностей Китти Прайд перемещает сознание Росомахи в его молодое тело в 1973 год. В прошлом все оказывается не так радужно. Молодой профессор Икс окончательно разочарован в своих идеях. Магнета содержится в тюрьме глубоко под землей, а человечество не знает, как реагировать на широкое появление мутантов. Страж Галактики. Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва он сам. Единственный способ спасти свою жизнь – объединиться с четверкой нелюдимых изгоев, воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушители. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики. Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен. Но школьная пора близится к концу, и впереди героев ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, что дал отцу Гвен слово навсегда уйти из жизни девушки, тем самым более не подвергая ее опасности. Однако сдержать это обещание не так просто. Судьба готовит Питеру сюрпризы. На его пути появляется новый противник – Электро, а также ему будет суждено вновь встретиться с давним приятелем Гарри Осборном и узнать много нового о прошлом своей семьи. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok